День и ночь В осени означает, что там в вечности есть дни и ночи, смена времен. Этими словами показывается только непрерывность пребывания искупленных святых перед престолом Божиим и их служения Богу. Возможно, под ночью, разумеется, здесь сокровенные глубокие тайны, а под нем все ясно и удобно воспринчивое. Здесь мы видим также, как продолжает дорисовываться картина Б. Попомним, что это картина небесного храма. Плеваться картина с картиной А, это картина престола Иоанна. Если в 6 главе 9 стихе мы видим жертвенник, то теперь видим весь храм и престол, который действительно можно себе представить святом святым. Однако блаженство искупленных белых одеждок, которое видит Иоанн, еще не есть окончательным. Потому что небесный старец, указав на достигнутое этим множеством людей на земле, омытие беления одежд на именующиеся у них линии пребывания и служения под престолом Бога, Раскрывает и то, что их еще ждет в будущем, когда после последнего суда начнется вечность. Об этом старец говорит уже в будущем времени, и сидящий на престоле будет обитать в них. Уже ныне, во время страданий верующие, создаются быть обителью Божией, как и Христос говорил. И мы, Отец и Сын, придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Евангелие от Иоанна, 14-23. Так, например, предание повествует, что, идя на казнь, святой Игнатий Богомолосец, епископ Антиохисий, то есть, не может, непрестанно повторял и имя Иисуса Санистана. Когда его спросили, почему он это делает, «Святой отвечал, что вносит это имя в своем сердце, а кто запечатлен в моем сердце, того я и сами исповедую». Когда Игнатий Богомолосец был растерзан львами, сердце его оказалось не трос. Разрезав сердце мученика, язычники увидели на внутренних сторонах его золотую надпись «Иисус Христос». Но в апокалипсисе спасенным страдайцам обещается еще больше. «Тот, кто сидит на небесном престоле, чей лик даже Писание не описывает, которого не вмещает ни небо, ни земля, тот, с большой буквы, обещает селиться в них. О, таинства неизреченные, и когда это совершится, то, а что будет?» Почитаем чуть позже, если возникнут вопросы. Вопросы есть по этому? Иоанн видит как престолом Бога и служащих в храме уже и престол, и что сидящий на престоле будет обитать в них, в этих людях, которые омыли себя кровью Иоанна. Итак, продолжаем. Откровение 17-16. «Они же будут уже не алкать, не жаждать, и не будет творить их солнце и никакой зной». Толкование. «Вечности искупленные не будут алкать, и будут питаться от древа жизни. Они не будут жаждать, и на препарат источником воды живой. Они не будут более терпеть бедствия, изображенные здесь палящим хлопцем и злоем. Время страданий для них прошло. Они прошли через великую скорость, и теперь наследуют спасение. Причиной их грядущего блаженного состояния исчисляется сам Бог. Вопросы. Откровение 7-17. «Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их». Толкование. «Ибо Агнец, который среди престола, Христос, вошедший одесную отца, единосущный отцом, и с ним прославляемый будет пасти их. Не от нападений волков будет тогда пастырь ограждать стадо, ибо все враги будут уже истреблены». Поэтому читаем в первом Барфане Кришне в 15-м веке 26-й веке. «И убежены в геенну». «Не от них будет охранять Христос своих агнец, но будет водить их на живые источники вод. Агнец становится пастырем. То будут небесные пажики чистые, и кладоносные, там будут источники воды живой, которым преподрут, то ныне будут пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды текущей жизнь вечную». Иван Григориев Иоанна, 4-го влачного сутка. «Потому прибегаете чаще ныне к воде живой, дам утолить ее всякую жажду в жизни вечной. Источники этих вод означают приобщение к божественному разумению и вообще обилие благодати Божественного Духа». Иван Григориев Иоанна, 7-я глава, 37-39. «И отрет Бог всякую слезу сочей. Сейчас время плачет. Христос говорил, «Блаженны алчущие, они утешатся». «Лагеря» от Москвея 5-4. «Здесь плач, там утешение. И даже усопшим праведным предстоят слезы. Еще предстоит страшный стул, когда восреддают все племена земные, и явными сделаются дела. Но обещает Бог и скупленным, что в вечности после суда отрет Бог всякую слезу, что будет дивно в утешение, прозрачно и чиста, тебя покояли за умденье. «Слезы осушит Бог». 21-21 стих. «Моря уже нет, но останется душа очищенная, чистая и прозрачная, мерцающая в небесном свете и излучающая текло». Вопросы? Откровение 8-1. «И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса». Толкование. «Безмолвие» означает не только тишину, а именно прекращение звуков речи. До этого мы видели, что на небе раздавалось неумолкающая песнь «Свалы четырех животных и гласы четырех стартов». 4-9-10 стих. «Ангелов 4-12 и души спасенных христиан». 7-10. «Теперь, слышит Иоанн, прекратилось это пение, и на небе подворилось безмолвие». Что это означает? Число семи печатей соответствует полному кругу времен. И вот он окончен. Прошла неделя, начинается субботство. «После времени трудов и страданий на земле подворяется вечное упокоение святых». Послание к евреям 4-9. «Это безмолвие, как пишет Андрей Кисарийский, знаменует также ангельское благочиние, благоговение и неведимое ими времени Второго пришествия. Это молчание, цветы, на небе есть также выражение страха и страданий, которые испытали небожители перед начинающими страшными казнями. Это затаенное дыхание, свидетельство чрезвычайно напряженного ожидания. «Господь во святом храме своем, там молчит вся земля пред листом его». Книга пророка Аввакума 2-2. Этим особенно показывается великое значение седьмой печати. После скрытия седьмой печати молчание. Теперь больше уже ничего не совершится. История мира зашла до своей цели. Водворяется это безмолвие как бы на полчаса. Как бы означает, что речь идет не о конкретном промежутке времени. И не надо отыскивать в истории соответствующий период. Как просорят полчаса, так кратковременно будут после снятия седьмой печати страдания перед наступлением царства Христова. Кончился седьмиричный круг времен и через полчаса который совершает наказание Божие начинается вечность. Это указание на кратковременность самого этого видения святого Иоанна. Это краткое время безмолвия небожителей занято созерцанием таинственного видения. Вопросы Откровение 8.2 И видел я семь ангелов которые стояли перед Богом пред Богом и дано им семь труппе паркования. Под этими седьмим ангелами можно разуметь определенных высших семь ангелов стоящих перед Богом и несущих особые служения. Так мы читаем об особых семи святых ангелов которые возносят молитвы святых и восходят перед славой святого. И готовится 12.15 Возможно что это те семь архангелов о которых писали святые отцы. 3.1 Служение этих семи ангелов означено тем что дано им семь труб. Трубы потреблялись с древности и для сигнала к сражению книга установила 6.4 и как звуки торжества и победы салон 46.6 84 и первая книга под земном 15.24 В нашем случае через эти семь строк семи ангелов возвещается суд Божий над грешным миром они как сигналы последующим явлением как бы говорит Господь трубу кустам своим как орел налетит на дом Господень за то что они нарушили завет мой и приступили закон мой в 8.8 1 предупреждал Христос что пошлет ангелов своих с трубой громогласною и соберут избранных его от четырех метров от края небес до края их Евангелия Атмосфера 24.31 Писал апостол Павел что там Господь при возвещении пригласе архангела и трубе Божией зайдет с неба первое послание Писал Метисам 4.16 Так здесь после семерки печати начинается семерка труб как семь печати делились на четыре четыре садника и три как здесь подобраны три казни первых четырех труб и последних трех три горя неверное толкование что семь печати семь труб и семь чашек три периода великой скорби которая будет после семи периодов истории семь посланий уже было показано что неверно понимание семи посланий как семи периодов истории и дальше речь не о периодах это видно хотя бы из рассмотрения снятия семи печати апостольская проповедь голод гонения которые были даже вообще не во время великой истории а значит семь печати никак есть один из периодов великой истории вопросы продолжаем книга откровения 8 глава 3 стих пришел иной ангел и стал перед жертвенником верха золотой одели и дано было ему множество семи ама чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник который перед полом толкование кроме семи ангелов семью трубами иоанн видит теперь еще иного ангела который пришел и стал перед жертвенником иоанну все является вещественном виде жертвенник кодильница крестол насколько все это буквально соответствует невидимым небесным реальностям и насколько это их образы нам сейчас трудно различать мы только знаем что все видимо а апостолом соответствует тому что есть там жертвенник который видит весь иоанн явно совпадает с тем под которым ранее видел душ любви по сравнению с устройством ветхозоретний скиний который моисей построил по образу показанному его на горе исход 26 жертвенник перед которым сначала стал ангел соответствует жертвеннику все старжения исход 38 первого обложенному медью и стоявшему во дворе скинь на этом жертвеннике проносили жертвы за грехи с этого жертвенника подобно тому как жертвенные священники книга левит 16 12 брали горячие угорья для своих кодильниц которыми они входили во святилище для картинников в ангелах муки 1.9 ангел должен был взять горячих угорьев для своей волотой кодильницы золотая кодильница сосуд для сжигания ладана на горячих углях фемиан благовонное курение от сжигания ладана на угля соответствует сверхозаветными священнодействиями и действиями ангелов под золотым жертвенником который предхристован можно разуметь золотой жертвенник курения который стоял под святом и не перед сходом святая святых книга исход 40 глав 5 как есть книж жертвенник курения святом отличался от жертвенника все сражения во дворе кипитетом золотой так здесь этот эпитет различаются эти два жертвенника и не надо думать что здесь речь идет только об одном жертвеннике вопросы а сегодня христиан жертвенником что является дух сокрушенный это жертва жертва Богу дух сокрушенный сердцу смиренного а жертвенник крест 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 правильно вот если жертвенник крест то жертва тогда кто на кресте будет хрестов агнец взявший грех мира правильно вот вопросы грех пожертвенник пожертвенник больше ниц а если получается жертва христос а дух сокрушенный тогда не жертва или как или и то и то жертва то и то жертва конечно но христос что сам себя в жертву принес за грехи мира всему наш грех настолько велик насколько велик сам Господь поэтому за наш грех умирал как считается не человек за человека человек же загрешил поэтому как святили игру считают святили скорожевой башни так их лучше называют не может за человека умереть Бог совершил грех человек и он должен умереть человек согрешили миллионы миллиарды людей а в этом значит Христос Бог по апологике и вещей согрешили перед Богом поэтому Бог велик и Христос велик поэтому а то что жертвам Бога душе христос тоже жертвам конечно малая жертва некоторые говорят что сейчас в храме свечи и в порошок там который продавит я сам не говорю азы православия свеча это малая жертва Бога и ценники стоят свечка 5 рублей большая поменьше 3 рубля второго 10 рублей вот нигде о таких жертвах не говорится что уже было все придумано позднее неприкрытая торговля вернее прикрытая торговля мы не торгуем это добровольные пожертвования но если добровольные пожертвования зачем все прописать я могу добровольно пожертвовать могу добровольно не пожертвовать могу не 3 рубля пожертвовать а 33 но это мы написали так чтобы люди лишние вопросы не задавали для бога что мы знаем из священного писания как первые христиане все имение к ногам истинное жертвы бог от нас просит не свечку за рубль хотя и это тоже неплохо и вот но надо понимать что от нас бог хочет всем сердцем всем разумом тем разумением завтра любить бога а не откупаться от него есть даже у католиков там какой грех конкретно сколько стоит блудил там сколько с монашкой сблудил 10 раз больше а если монах с монахиней тут вообще копилы продавать надо бога задобрить аутрируй конечно вот все это неправильно жертва христос и кто принимает что за твои грехи умер христос тот имеет надежду на спасение убелен кровью аутрируй в крещениях мы в крещении не уломаемся в таинстве причащен причащаемся тело и крови господа нашего и господь говорит кто не будет есть кровь мы не войдет в вот это вот это и ключевой момент который нас отличает от всех юридиков у них нет причастия у них только воспоминания и они не кровь и тело не кровь и тело господа причащаются а едят хлеб и вино в некоторых вина гранатовый и рабочий вот продолжаем книга откровения 8 глава 4 и 5 стихи и вознесся дым кимиама с молитвами святых от руки ангела перед бога и взял ангел кодиницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю и произошли голоса и громы и молнии и землетрясения паркования итак перед нами раскрывается следующая общая картина происходящего ангел с золотой кодильницей в руках подошел к жертвеннику с изражением и наполнил ее горячими углами тогда же ему было дано множество фимиама чтобы он подойдя к золотому жертвеннику христилища воскурил его на горящих угольях когда дым фимиама поднялся и через это было указано что приняты господом молитвы всех святых об очищении их крови то есть 6 глава 10 стих 8 глава 3 тогда ангел снова возвратился к жертвеннику с изражением и наполнил снова кодильницу углами и 5 но наполнил ее уже не для воспаления фимиама восхитилища но чтобы высыпать эти уголья на землю с небесной высоты где Иоанн видел небесный храм и сколк эти горячие уголья высыпанные на землю должны были означать начало казни божьих и его суда над землею и грешным человеческим родом глубоко значение жертвенников домостроительства нашего спасения великой святыней почитался он уже в ветхом завете книга исход 30 глава 10 но ветхозаветный жертвенник был только тенью нового завета поэтому и говорит апостол мы имеем жертвенника которого не имеет права питаться служащие из тени послание евреям 13 жертвенник нового завета это крест на котором был заклан агнец божий перед этим жертвенником христу послужат ангелы крест всемирный жертвенник под крестом покоятся тленные прах усопших христиан под непесным жертвенником покоятся души святых 6.1 так и в наших земных храмах устрояется жертвенник престол на котором церковь каждодневно приносит богу страшную евхаристическую жертву как под небесным жертвенником души убиены так и в евхаристии совершается ныне на мощах святых в древности на гробах мучеников теперь на антизинцах со вшитыми частичками мощей от небесного жертвенника молитвы святых возносятся как благовонный фимеам к престолу божию так встанем и мы с вами перед жертвенником в наших храмах и помолимся со святым Давидом да направится молитва моя как фимеам пред лице твое воздеяние рук моих как жертва вечерняя столом 140 мы видим здесь ангела предстоящего предсколу божию с молитвами всех святых ранее мы видели 24 стартов как они предстоят так же с молитвами всех святых 5 глава сны поэтому церковь на земле и призывает ангелов как усердных анас ходатая святой ангел боги хранитель моря моли бога о мне так ангелы играют таинственную роль в вознесении нашей молитвы к богу потому и не безразлично ангелам как мы предстоим перед богом в молитве и апостол павел увещевая нас и личному виду во время молитвы говорит жена должна иметь на голове свой знак власти над ней для ангелов 1 корейфеном 11 10 если какая жена без стыда отступает в молитве без покрытия головы то хотя бы ради ангела которому предстоит вознести ее молитву богу она покрыла бы голову и опять мы видим как по образу небесному строится наше богослужение земное жертвеннику и престолу предстоит ангел с золотой кодильницей полная фимиама молитв святых как и в наших алтарях перед жертвенником и престолом предстоит священник ангел в церкви 2 1 с кодильницей воскуряет фимиам и относит к богу молитвы своих прихожан об их нуждах нуждах их близких а всех христиан так по образу служения небесного в церкви есть образ служения земного и не раз являемо было как ангелом земным священником так и как ангелом земным священником при их служении престола явились и ангелы бесплатные так преподобный Ефимий великий 473 год палестинский подвижник часто видел ангела совершающего вместе с также преподобному Сергию ранее всему во время литургии сослужил ангел господин что однажды была открыта ему чисткам но вот попы убиенных святых достигает престола Божия и взял ангел кодильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверх земли так дважды христиане собирают огненные угли на главы своих врагов во время земной жизни по словам притчи соломонов если голоден враг твой накорми его хлебом если он жаждет напои его водой ибо делая сие ты собираешь горячие угли на голову его но если через эти угли не вразумится враг то в кончину века по молитвам святых огненные угли с небесного жертвенника обрукнутся на их головы как только ангел совершил свое действие то призвалось краткое как бы полчасовое молчание на небе снова раздались прерванные на время голоса небесных вокруг Христова послышались раскаты грома и стали молнии возобновилась на небе та же бесконечная жизнь и движение которое наблюдал Иоанн до вскрытия седьмой печати на земле же на которую был незвежен огонь жертвенника произошло землетрясение как первое и непосредственное выражение всемогущества Божия так на Синае горе осязаем и пылающим днем во тьме мрака и бури пригласить заголов через ангелов в плане времени 12 18 19 год был дан закон Моисею так здесь голоса грома и молнии небес подвещают начало до земле и она содрогается и соприсается всему же этому служат ангелы вопросы вот вот у меня вопрос по вот этому стиху если голоден враг твой накорми его хлебом если ужар напои его водой ибо делая сие ты собираешь горячие угли на голову его нас христиан учат прощать врагов а здесь как бы какое-то непонятное учение вроде к чему оно призывает к возмездию или к прощению какое-то двоякое может быть горящие угли читаем толкование это гнев божий но мы-то хотим чтобы враг стал другом или что или как или мы хотим его уничтожить своими действиями или привести его к стыду или какой смысл в этом небесном учении кто может ответить Игнать Тихонов тут никто не отвечает самое большое наказание самым большим наказанием люди считают если разбираются это угрызение совести у него все есть но вспоминает вот сейчас как поступал с матерью своей безрассудно и преждевременно она сошла в могилу и он говорит я себя не могу простить я жить не хочу вот об этом мы читаем про житие 1 сентября Семена Столпника разбойник один прибежал к нему сколько их людей убил его не мучила его не мучила совесть а потом случилось где-то он нападал что-то и в свидетели был мальчик и он его убил мальчик простирал руки кричал дядя не убивай убил и он приходит теперь уже все пить им я закончилась идет причащаться а мальчик перед ним стоит простирает руки и кричит дяденька не убивай меня я не могу себе простить он любое наказание бы понес чтобы это исчезло это не исчезает вот когда слушаешь как Пушкин написал а там Мусоргского говорят Борис Годунов как он стоит а что там колышется понимается и мальчики кровавые в глазах на Бориса вешали что Дмитрий это он зарезал он может быть никакого отношения не имел но так вот автор показал и мальчики кровавые в глазах то есть события давнишние Дмитрия похоронили церковь канонизировала его а я не могу простить себе не могу и дело это ты соберешь ему уголь я добро я ему зло столько сделал а он для меня я не могу это он мучается днем и ночью что я сделал мне приходилось неоднократно в жизни это от людей слышать там когда им добро делаешь и где-то кого-то выручаешь а он пакостил а я вы не знали вот это дело пакост это я делал я ну я говорю брось не думай ты об этом все прощено я то себе не могу простить вот ты горящие угли ему насыпал они не гаснут а могу ли я просить чтобы совесть его не мучал об этом нигде нету до времени пусть будет так я не делаю это Бог делает и на горячие угли иногда они бывают смертельными вот Петр сыпанул на них сапиры и они умерли оба да в самом деле кого мы обманули он как планку-то поднял вы не человека обманули пытались обмануть дух святой и сразу все рухнуло ничего нету что же я наделал меня интересует личность Гитлера вот меня ничего больше не интересует из мирских людей я сегодня опять нашел ролик там слушаю сколько у него двойников было проще было ли было ли у него покаяние покаяние внутреннее с кем-то он делился что же он наделал-то мальчик сейчас показывает два мальчика и один мальчик спас другого он где-то тонул ну обоим-то может лет по пять было и который спасал сделался священником а которого спасал оказался Адольф Гитлер и каждый думает почему эта тварь не утонула-то мы-то говорим сейчас не о выявлении вины какой а совесть его мучила или нет за свенцем за то что напал веролом на Россию там во Франции везде и как когда к концу подошло ты избран Богом на это и вдруг оказывается все рушится не помогает Бог он обращается ко всем колдунам у него около 300 колдунов было со всего мира в лагерях везде искали вот когда Муссолини-то там сняли его с должности а потом в горы увезли там и спрятали никак никто не знал где спасать можно Скорцени Отто послать Отто Скорцени у него главный был разведчик и он вызвал и там был один из Советского Союза татарин ну Советский объясняет так что он хорошо слышал и видел ну по глазам прочитал ему сказали ты можешь узнать где он постоял на карте лежит на столе там такой я не знаю сколько офицеров было и он вот так пальцами закрыл глаза водил водил палец остановил здесь они посмотрели вершины горы да там ничего нету он снова здесь это писали в советское время там газета комсомольская или где а дальше это как узнали ну а дальше тоже направили туда планеры сбросили Скорцени и он вызволил Бенита Муссолини и все то есть открыто бывает где а мучила ли его совесть когда сняли вот у этого я знаю его мучила совесть об этом пишут Муссолини итальянский дучи ну фюрер их а вот этот такую беду сделал Сталина не надо говорить его не мучила совесть это точно лег спать отравили и все но тот-то в сознании был уже вплотную Берлин все оккупировали уже войска окружили и все еще он нету и секретарь которая пишет Юнге она у него три года была секретарем и она дает интервью ей же все 80 лет наверное я ждала вот сейчас завещание он скажет слово покаяния не слово только вот я называю там Йодля там всех кто будет после меня кому я передаю власть Борман занимает какую должность и прочее я думаю и это еще не все почему это беспокоит меня не знаю потому что говорят если бы Иуда покаялся Христос простил его но угли были слишком горячие а я предал кровь неповинную да какие деньги да возьмите вы их что это 30 сейчас сдурел что ли ой не могу совесть заела и он повесился вот какие горячие угли то он мне столько добра Христос сделал салаванием ли предаешь меня друг мой для чего ты пришел это поцелуй Иуды когда рядом здесь он как будто бы ласкается говорит а я вижу что поцелуй Иуды вот сегодня ко мне у нас крещение принимал а потом присоединился там группе где-то там сват этот вводит начинает перечислять которые отступники ушли я говорю как ты можешь к ним идти туда и что там они вот такие же занятия они приходили но у нас они не прижились и что они там говорят святых отцов признают да нет ну еретики ты считай первый псалом не ходил на совет нечестивых не сидел с развратными немедленно иди к священнику он говорит я хожу на исповеди было прищищаться не стал я говорю это хорошо что совесть тебе подсказывает я как вернулся из потеряевки еще не прищищался скажи священнику что ты ходил на совет нечестивых а может быть это и одобрял да нет все равно тщательно вымойся говорит со святой водой покропи все зачем же ты керетикам шел их море легион вот горящие угли поэтому никак это не противоречит тому что сказано впереди он простил чем он любовью поборол его говорит кости перемалывает доброе дело вот как все слава иисусу продолжаем откровение восьмая голова шесть и семь ангелов имеющие семь круп приготовились рубить толкование теперь начинается повествование о семи казнях которые будут посланы в мир каждая казнь возвращается трудным звуком ангела откровение восемь семь первый ангел воскребил и сделались град и огонь смешанные с кровью и паленой землю и третья часть дерев сгорела и вся трава зеленая сгорела царкование это похоже на казнь которую навел некогда господь на египет о той казни мы читаем господь произвел гром и град и огонь разливался по земле и послал господь град на всю землю египет сход 9.23 подобное видит здесь и анд и сделались то есть все это происходит непосредственно на глазах тайновидца разумеет здесь можно буквально такую физическую катастрофу которая постигнет мир можно себе представить шарики град насмеченную кровь насмеченная кровь простите не у нас у них В черности представить шайки Града, смоченные гною, вахнущие, и все это в сопровождении истребительного огня. Тогда исполнится пророчество Иоиля. И покажу знамения на небе и на земле. Кровь и огонь из толпы дыма. Рокаин 23. Этот ужасный град и огонь разливают по земле истребить треть всех деревьев и лесов. Трава же, как нечто более нежное, будет вышена по всей поверхности. А можно, виденное здесь Иоанном, раскрыть и как знамения других явлений. Так пророк Иоизм прямо говорит о знамении. Град указывает на то, что эти наказания придут с неба. Что наказывает Бог. Огонь с кровью. Указания на великие бедствия. Это убийства и кровопролития. Войны, бунты, революции. Разоренные города, потоки крови. Все эти несчастья будут нестись смерть и самой природе. Она обречена на погибель. Что мы в значительной степени уже и видим. Кровь, огонь, толпы дыма. Не картина ли это почти каждого современного города? Город с его заводами. Не огнедышащая ли печь? И бесчисленных огромных труб столпы дыма, застилающие чистое небо, кубящие природу. Да от каждого почти человека, не только мужчины, но и многих женщин, варит столб табачного дыма. Кровь и огонь и курение дыма. Под гибелью деревьев и травы можно разумеет еще и от падения многих христианов веры и истины. Тогда зеленеющие деревья и трава – это сильный, трапрый подоб христианин. Не укрепленные христиане, не преданные всем сердцем Христу, а в подобах горят, как вся трава. Но сатана пожелает прельстить, если возможно, и избранных. Это и есть гибель третьей части деревьев, чьи корни не были глубокими. Интересно отметить, что подобные катастрофы и события были невысливы еще недавно живущим лет сто назад толкователям апокалипсисов. Теперь же все это реально представимо. Рыжая, рыжая. Вопросы. Час прошел, можно задавать вопросы не по гибель. Любые вопросы, пожалуйста, задавайте. Кто желает услышать ответ во свете гибель. Микрофоны только не забудьте включить, потому что спрашиваете, микрофон выключен. Тишина сегодня. Иван, я отключил, думаю, столько умных мужей, и никто ничего не задает. Я-то сам глупый. Ну, давай начнем. Умные потом подтянутся. Да у меня один вопрос, Сергей. Что с вами с усами? Не пойму я. Это я тестировал собаку. У меня клиентская. Хотела купить собаку спортивного разведения. Мы вчера ездили в город Славный Кемерово. Ну, протестировал. Собака хорошая. Надо брать. Упусило меня в лицо нечаянно. Сам виноват. Навык немножко потерял. Работать с такими собаками. Семьи-то щенок. Вот пришел в лицо. Я не успел лицо убрать. Бывает. Резко разговариваю. Да, так говорила. Собудьте аккуратно. Зашили, слава богу. Сейчас он был на перевязке. Зеленкой помазали. Сказали, два раза зеленка обрабатывай. Пей антибиотики. Заживет. Ну, а та женщина-то расстроилась. Я говорю, давай хоть собаку-то заберем. 500 километров поехали. Ой, нет, нет. Главное, это мое здоровье. Мне надо тебя до дома довезти. А вдруг что, ночью, в дороге, на моей машине. Она еще водитель такой слабенький. Ехали. 80-90, почти 7 часов. Ну, слава богу, доехали. Ну, сейчас подлечусь, да поедем, заберем его. Все будем заниматься. Все, все это, как бы, старательно так. Все временно. Производственная травма. Могло быть, гораздо хуже. По вашему системе молитву. И, что, как бы, я просто, не знаю, как это. В общем, я обычно куда-то далеко еду. Я звоню маме и прошу благословения. А здесь просто пятница, общательно писал, что мы едем в циверном молитве. Ну, думаю, этого достаточно. Поехал в 6 утра. Думаю, мама понеслит еще. Пожалел ее. Я потом-то когда... И мне пришла в голову мысль, что... Вот, что значит благословение матери. И было благословение матери. Поэтому вы, когда что-то куда-то поедете, позвоните родителям. Была такая реклама раньше добрая по телевизору. Позвоните родителям. Помните. Они вас любят, молятся за вас. Вот. Ну, и еще скажу, что я... Я в Хеймерово... Думаю, мама-то переживает, что я обратно-то не еду. Я ей позвонил и скажу, мам, меня тут собака травмировала, царапина, ерунда. Я поздно приеду, не переживай. А она слова царапина-то не расслышала по телефону-то. И всю ночь не спала. А теперь ты мне рассказываешь. Да ты зачем же мне говорить, лучше бы молчал. Я говорю, мам. Ну, промолчал бы, приехал, ты бы меня увидела, зашитого. Была бы, говорила, что ж ты мне не сказал, я бы молилась. Сказал плохо, не сказал тоже. Ну, в общем, балбесцы, как говорится. Еще вопросы давайте. Что меня-то... Это все земное болячка. Когда душевную рану нанесут, это больно. Ну, к слову сказать, куда шесть часов ехали обратно. И разговоры были вот с этой женщиной. Наталья ее зовут. Помолитесь. Она смотрит ролики Игнатия Тихоновича. Муж ее до определенного времени выпивал. Потом тоже стал смотреть ролики. Пить брусин уже месяц не пьет. Они рассуждают. Значит, задают вопросы. Как бы... Вот семья Бугаковых. Не Бугаковых, а вот Бугаковых. Без буквы L. Возможно, вот, может быть, какие-то... Очень она склонная к вере, как бы, постоянно... Обращения уже такие... Мир вам! То есть она уже... Ну, храм перестала ходить, но, однако, интересуются. Вот молитвич, чтобы Господь в сердце коснулся. И привел в церковь истинную эту книгу. Поездка была все равно благословенная. Я много-много говорил о Христе, о нашей общине, о деревне, о жизни. Ну, и о собаках, конечно. Все это во свете Библии, конечно. К слову сказать, до этого Игнатий Тихонович просил меня бросить занятия неблагодарные, отлов бездомных собак. Ну, и... А меня-то сегодня увидел правильно. Что случилось? Собаку кушал. Ну, слава тебе, Господи. Он там подумал, что прозячина, наверное, что бы я это... А я перед этим... Господь-то услышал его молитву, и я бросил это занятие. По поездке в Кемерово еще я бросил. Но причина была не то, что там они меня покусают. Потому что главное, когда я бросил, звонит сестра, Надя, днуху. И говорит, Сергей, помоги, тут на ребенка собака искусала бродячая. Ну, и если не я, то кто же? Потому что в городе-то только я и женщина, она еще по телевизору показывает. Женщина ловит собак. Ездит. У него там, вот, 7 лайков в квартире живут. Вот такая собашница, которая ненормальная. Вот, а ребенок, ну, все клетки заняты, да и я бы бросил, уже уволился. Я бы... И вот люди замонят, но вот эту ласку замоним, они никак не реагируют. Ну, что два человека в городе могут сделать? А ловцы, никто этим не занимается. Бегают, кутают, ребят. Ну, хоть не сильно покалечил, конечно, не так, как у меня. Да нет, тоже не сильно. Если ребенку, да в лицо, да бродячая, так там. Но уколы-то мы поставили, 6 уколов. А я вот укол отказался. Полючие такие уколы, я-то думал, что я обратно сам поеду. А не получилось. У меня как-то наркотик-то поставили, обезболивали. Все равно, голова закружилась, не пошлила. Хорошо у нее права были, у вашей личности. Она меня вот обратно привезла. Игнатий Тивенович может убедить. Да, да. Да, он в поле меня, что, он-то что, Господь убеждает, сердце располагает. Он-то по любви, как бы, своей, что ты нам нужен, ты нам дорог. Ну, хочет сказать, ну вот, покаркал, как говорят. Говорил бы, ничего бы и не было. Это я успел, покаялся. Если бровяясь, это... Порода собаки. Порода собаки. Порода собаки, бельгийская овчарка Мариноа. Самые лучшие собаки в мире считаются в защитном разделье. Вот у меня метис в бельгийской немецкой овчарке верный живет. Посмотрите, вот забывайте, верный плюс кубков. Посмотрите, что он натворяет там. Он прыгает выше головы и клацает вот так вот, перевезло, там, щелкает зубами. Ну, фигурант стоит, улыбается, он же, знаете. Ну вот. Можно вопрос? Пожалуйста. Игнатий Тихонович, сегодня в поле по дороге мне задал вопрос, почему число зверя именно 666? Я просто не могла ребенку объяснить. Объясните, пожалуйста. Ну, мы можем каждую цифру под вопросы брать. А почему 4 Евангелия? Почему 4 старца? Цифра 7 объясненная. 6 человеческое число. Когда начинаешь дальше разузнавать, то вначале не знаешь, а дольше живешь. Цифра 7 полнота. И эта полнота, вот возьми голова. На голове сколько отверстий? Ну, 2 глаза, 2 уха, 2 ноздрили и рот. В самой голове-то 7. И везде 7 недель. Вот что интересно, во всем мире, во многих нациях, все разно. Но есть 3 момента, которые одинаковы везде. Первое. Все народы, все религии верят, что за добрые дела на том свете будет хорошо, а за плохие – плохо. Только коммунисты не верили-то, людоеды. Второе. Все народы, все религии верят, что был потоп. Ну, какой, где, как, но потоп, который потопил все. И третье. Во всех религиях в разное время начинается Новый год, разные месяцы, но все одинаково. Везде 7 днев на неделе. 7 дней в неделе. Они по-разному называются. 7 дней. Нигде нету, чтобы было 4, 5 или 8. У мусульман, у евреев, у христиан, у буддистов, у всех одинаково. Любые еретики вокруг нас, все по-разному. А неделю держат. А почему? А вот это Слово Божие нам отвечает, как, говорит, было лето и зима. Ночь в день, так будет до кончины века. И когда народы разошлись после потопа, он был в 1656 году от Адама, от сотворения его. Себе цифру-то запишите. 1656 лет прошло. И вот так народ уже разбратился. И когда люди-то остались после, ну, от ноевых детей-то где-то, что-то устно они переносили, письменного не было. И это они сохранили. Поэтому неделя 7 дневная. А 6, 6 число человеческое. Так было всегда. А почему? Бог так сотворил. А почему у человека тело и душа? Так можем бесконечно спрашивать. А почему Бог назначил 70 лет? А в времена Давида жили даже меньше. Северные народы живут в среднем 36 лет. А они тоже читают этот псалтырь. Значит, имеется в виду нормальный образ жизни, когда человек не пьет, не курит. Нормально, работает и работает. Не за играми сидит, компьютерами-то. Ему положено прожить 70 лет. Ко мне вот прислала ГТРК местная, корреспондента Лозового Павла. И он у меня интервью брал. Я говорю, а мне, Паша, осталось жить-то по 3 месяца. Он приехал как до 70-летия. Да вы что? Да как? Да вы такой бодрый. Я говорю, нет, 70 лет. А уже дальше при большей крепости. А какая крепость-то? Многие только носят. А вот уже и 79-й год живу. Видите, как Бог делает. Бывает и продлит, а бывает и укоротит. Давид молился, не восхить меня в половине дней моих. Это 35 лет. А некоторые до этого времени не доживают. Вот цифру эту не объяснять. А люди, это 13 чертовой дюжины. Почему именно так? Ну, предрассудки. А это мы, вот о шестерке, то мы просто убеждаемся в этом. Шесть чувствов человеческих. Вот сколько звуков? До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Другого нету. Хоть какой звук он повторять все будет в другой октаве. До, ре, ми, фа, соль, ля и си. Семь. Семь. А сколько зрения на зрение? Красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя, фиолетовая. Семь. В радуге. Но можно восемь сделать. Нельзя. Там будет инфракрасная, там ультрафиолетовая. Ну, Бог так сотворил. И в уши, и здесь. Мы не знаем, какие вкусы человек еще узнает. Сколько нюхает, где, а боняние какое. Ну, вот так. Что-то мы можем. Да, остальное дальше неизвестно. Я хотел вот всем сказать, только это, я ни к чему не призываю. Запишите по-русски. Шокирующие кадры. Шокирующие кадры. О молочных фермах Европы. Вот посмотрите, а в следующий раз что скажете. По-русски зарядите в ютубе, то и этот кадр выйдет. Шокирующие кадры о молочных фермах Европы. Никогда ничего подобного я не видел. Видел только на одной ферме. Это инкубатор там. Цыплят выбрасывали они. Они пищат, они их всыпают. И женщины плачут даже. Плачут о них, ну, тысячами. Ссыпают они, пищат и погибают на холоде. Потому что кормить нечем. А вот здесь посмотрите на молочных фермах, что делается. Это не для слабонервных. Ну, это официально, все. Ну, вот так. Далее. Еще хотел сказать? Да, конечно. Давай. Слышно? Ну, вы говорили, что люди просят о том, чтобы вот у вас вот воскресные там собрания. Ну, чтобы, да, чтобы не через две недели как-то выставлялись, а вот как-то чем быстрее, тем вот. Ну, потому что с опозданием смотрим и уже о новостях хороших узнаем поздно. Ну, там, какие-то моменты интересующие. А события, и не говорить об этом, о собрании только. Да. Собрание я постараюсь. Вот, потому что купили вот новый этот видеоаппарат, он рвет. То есть, определенно у него заходит 2 гигабайта, он нас сам отрывает и сразу начинает другой файл. И поэтому мне невыгодно это, потому что остальные ролики у меня ставят в другом месте, иногда и в другом городе. Я-то только они под замок ставятся, а я открытые делаю. Каждый день, вот сейчас по 10 открываю, потому что много поднял из архивов. Поднял, и там видно, как молятся. Люди у нас в храме, которых нету, которые умерли, которые погибли трагически. Это очень интересно, когда ты знаешь этих людей, как стояли, молились. Давно ли это было, там, каких-то 9-10 лет назад. Вот. Ну, а события, не события, а события каждый день, считание где-то дней через 8-10, а именно собрания. Вот, я их уже ужал, и сейчас на ночь буду так. У меня получится 2 файла. Я буду писать первое собрание и дальше продолжение. Так что к утру, если все будет благополучно, не сгорит, будут стоять. Собрание я. Только один ролик могу поставить. У меня заказчица иногда часов 10. Один ролик. А как я могу остальные закачать? А я выставляю ни один, ни два. Я это учел. Мне сказали, мне говорят, это непросто, трудно, я и не сплю тут, сижу тут. Ну, это хорошо. И помолишься лишний, говорит, раз не помешает. Видишь, Сергей, как вот его, Сергей, вот это самый правильный путь пошел. Вот у нас было, Никита там что-то начал говорить нехорошо, ну, просто, как говорят, охамел. Я, а дело идет к обеду, помидоры резать. У меня ролик даже стоит, мы рассуждаем. Я решил, раз я ему на пути, мешаюсь вроде бы, я сразу ушел через дорогу, где у меня скворечник, и там ничего не стал брать, у меня там сорвал помидоры, хлеб, вода, все. И Никиту это сильно тронуло, и он точно так же стал питаться. Ну, я вижу, что он понял-то, самый правильный путь избрал. Я сразу возвратился, уже в четверг пришел. И вот этого рассуждения-то, ну, надо просто так ткнули, прав, не прав, взять на себя вину. Я говорю, мне это смиряться надо, я бы мог тебе не говорить, почему ты так неправильно помидоры режешь. Ну, то есть маленький такой зацепка, а через это характер человека выявился. Я говорю, раз ты так презрительно смотришь на подсказки-то, так я отойду, чтобы не пересекались наши пути. Будем молиться. И он самый правильный путь избрал. И вот Сергей избрал правильный путь, когда он говорил, там, помолиться, так, чтобы с собаками клетки не ломали. Я говорю, молиться буду о том, чтобы ты больше этим не занимался. Уйди, пока ты живой. Не надо. Мне вот в субботу брали интервью буквально из Москвы, общество по собакам. Готовится, говорит, закон принять в Думе-то, и мы сейчас ищем, кто как ответит. А там так только кратко, но я более пространно ответил. Мы конфиденциально, что говорим никто. Я говорю, если так, я никому не буду, и вам не дам ничего. Я хочу, чтобы было известно. У меня с собаками опыт. Я в уголовном розыске занимался и работал, можно сказать. И собака на испытаниях заняла первое место. Я собак знаю не просто так. Сегодня, как вот они тренируют, по нашим меркам, которые тогда были, ну, в 70-х годах. Вот у них, который чемпион, по-нашему это примерно третий класс в школе. А у нас это высшее образование было, следовая работа. Несколько часов прошло. Слепой след она берет. Пройти через реку и везде, и как найти. И мы работали круглосуточно, днем, ночью, при любой погоде на любом человеке. Если мы его арестовали, задержали, то с ним уже не разговариваем, а только окриком. Иди, не оглядывайся, в руках парни палка, оружие. А они так сегодня, рукав один наденет, кроме рукава ничего нет. Да я говорю, что вы делаете-то? Да сам себя на хозяина натравливает. Вот и игра какая-то. И сидеть, лежать там, насчитать там, две команды каких-то. Самое трудное для собаки среди тысячи прошедших людей, которые посты прошли, тот след удержать, который там был. Нюхать собаки в 12500 раз сильнее человеческого. Опыты показали. Я ему сказал, я говорю, я буду молиться, чтобы ты прекратил этим заниматься. На прошлом занятии говорю, в воскресенье, а уже через неделю, вот он пострадал. Может, это никакой связи не имеет, но он хорошо, что припомнил. Он, Сергей, пошел правильным путем, что Господь его предупредил. Она могла нос оторвать ему, взять ее выше, глаза, просто хватило бы возвестных, глаза бы он без глаз был. Ну, а тут-то губа-то, она все равно, может быть, не нужна была висеть лишний раз. Смеется там или чего-то, но он тоже дальше докопается. Почему именно губа? А собака, есть собака, зверь, как ни крути. Я с собаками очень осторожен. Мы с детства держали, она спрашивает, держали ли нет собак. Сколько было, когда нарушения, вот когда плодятся, можно ли отравливать, или их кастрировать, там, или... Ну и все. А штрафовать ли людей? Я где-то говорю, так, а здесь ни в коем разе не штрафовать. Где? Когда жестоко обращаются где-то, забрать животное, все там, умертвить. Что, боитесь-то? Это животное, не человек, не надо его там антропомархизмом заниматься, а человечьего. Зачем? Мы же не удивляемся, когда кошель захватит, не вот, на корабль тащит, а там тысячи рыб. Сотни тысяч. Но они хвостами только крутят, а дальше-то они уже разделываются и в банке. Мы же не плачем об этом. Нет. А дельфин их ест. И вот около берега дельфинов расплодилось, примерно 150. И рыба прекратилась. Они ее всю съедают-то. Тогда они сделали большие сети, вытащили дельфинов-то и убивали там. Так тут вопль поднялся, судить надо. Как так? Это регулятор. Человеку Бог отдал все, лишь бы не мучил. Не мучил. И собак убивает, вешает, и скотину. Ты где берешь-то? Где эти ножки, говорит, буша-то? Все это, что человеку дано, и Господь говорит, приготовьте Пасху. То есть идите, купите, возьмите барашка и зарежьте его. Авраам приносит в жертву. Это всегда было. Соломон принес 120 тысяч, за один раз зарезали. Как Павел Флоренский говорит, это было не для словохарактерных. По щиколотку в крови священники ходили. И все это смывалось, и орданом неслось. И в этом тоже смысл. Павел Флоренский подробно описывает. Я попутно события, какие я беру. Поэтому Сергей пошел правильным путем. Что я не послушался, и поэтому так. Я говорю, так что собаку-то остальное надо было брать. Ну я вот вроде вижу сейчас. А теперь тысячу километров мотай, опять бей машину. Посадил собаку, у него тем более все приготовлено сзади-то. Все равно доехали. Послушался женщину, это неладно. Сейчас бы разговора не было, он уже отдал все. Видишь, неладно, теперь у него это надо ехать, выбирать время. Ну а там еще дорога, да аварий сколько. И он не позвонил ни разу. Я бы ему сказал немедленно, забери собаку. И пока отъехали бы километров сто, сказал бы, вернитесь, заберите. Но он ни разу не позвонил. Каждый раз едет, звонит, мы сразу на молитву. В ту же минуту мы становимся на молитву. Три святое, сто поклонов. Я говорю, как ты так себя имеешь, имеешь право обращаться с собою. У нас был мэр в городе очень хороший, очень. Он в десятку лучших мэров Российской Федерации входил. Вот благодаря ему я получил вот эти дома, после когда я выиграл процесс. И он погиб, Баварин Владимир Николаевич. Вот я пришел на утро к прокурору края по Роскуну, генерал-лейтенант. Я говорю, как это, то ли подстроили ему лет, нет, говорит, ездили. Это скорость превышена была, скользкая дорога и то другое. И он говорит, какое право он имел так делать-то? На нем столько висело. Действительно. Он оставил глубокий след, тут на площадь его имени сейчас есть. И он у нас тут был, когда начали мы, нежилое здание в жилое переводить, он меня везде вел, буквально за руку. И я ни копейки не платил, только имя Баварина, и сразу двери открываются. И он приехал, посмотрел, как мы в храм преоборудуем, алтарь строим, поделился, потом еще приехал. Поэтому надо звонить, говорить. Опасности очень много. У нас не было, чтобы кто-то позвонил, и мы не молились. Мы бросаем все буквально сразу же. Ну ладно. Это опыт просто передаем. Не то, что там вот, а то сказать-то ничего нет. Заделимся опытом. Павел-то еще продлил слово, говорит, до полуночи, до утра. Он что рассказывал-то? Песни пел разве, как сейчас вот юридики. Все поют, поют и поют. Да не просто поют, а в это время идти где-то по горам, возле моря. Да люди-то больше смотрят-то. Как сегодня говорят, пиар один, больше ничего нет. Надо слово Божие нести. Павел не сказал, ходите и пойте, а идите благовествуйте. Ну люди слабые. Нам не надо, и умер, отпевать. Учиться плакать. Если ты радостен, пой, псалмы пой, а не составляй там, где ты есть. Люди-то смотрят, гора идет, поднимается, видно съемки с разных позиций, то на лошади, то, чтобы было красиво, на берегу пианино привести, я буду там песню петь. Ну к чему это все? И все, после каждого ролика просят денег, это программа, мы делаем. Кому это надо? Да я в этом вижу все еврейские штучки. Когда разбираюсь, в самом деле евреи, видимо, мессианские. А мессианские евреи для нас это юридики, они Христа за Бога не признают. Больше ничего не надо. Ну а одеваются все женщины без платков везде. Все. Вот у нас, я гляжу, тут женщины, кто приходит, посмотрите, как Марина одета. Ни одной волосинкой, по порядку иду. Наталья там тоже, там девочка у них в платке. Вот здесь Оля Симоненко, тоже Викторова сестра. Ну Надежда стоит тут, наша вторая Надежда. Видите как, тут Татьяна, тут это моя сестра Татьяна. Вот Надежда, это жена. Видите как, у нас-то никого нету. Прошлый раз какой-то эллифт забрел, его нету, или он переменил, или что. Маленько скажешь, и люди слушают. Не так, что как сквозняк жил. Да я не сказал, да постеснялся. Так не пол бы уже ударили. Бараня, говорит, на вороту не виснет. А если он не слушается, более строго скажи. Вот я Сергею сказал один раз, а в памяти держал, чтобы этим заниматься не надо. Ну, дальше. Игнатий Тихонович, вопрос есть. Давай. По усопшим, которые уже похоронены на могиле, можно ли крест ставить, если... Ну, был человек, грубо говоря, там, пару раз в церкви и жил безбожно. Ну, а что ему поставить-то? Тумбочку коммунистическую со звездой-то. Был христианин, но и поставить это ни к чему не обязывает. У нас так принято. Ну, не полумесяч же ему ставить. Ну, если какой-то предатель был, как он умер, Ельцин-то. А КПРФ пишет там, где Зюганов, кто там за него. Я не знаю, кто из них. Говорит, ему осиновый кол надо было забить. Какую беду-то натворил, все разорили. Ну, кол-то ничего не даст. Надо при жизни что-то делать, молиться. Припомнить хорошие дела его. А какие хорошие у него дела? У Ельцина пьянчушка. Хорошие дела. А он никого не преследовал за то, что оскорбляли его. Запомните это. Попробуй против Сталина, одно слово кто-то сказал. Уже все. Родные его не увидят. Он никого не преследовал. Страну погубили, все. Люди-то, коммунисты старые, стрелялись буквально. Такая инфляция. 10 070, цифру запомнить надо. По 97 год, по январь. Такая инфляция была. 1 рубль, а тут 10 070 рублей. Я судился, поэтому эту таблицу знаю. И вот приезжают, работать негде. Вот тот, другой, вот там не платят. Зачем плакать? В Алтае, в Алтайском крае, кажется, 1 200 000 гектар пустой земли было. Бери лопату, копай. Как в Ленинграде. Все вышли на улице. Хоть какой-то вырастет что-то. Потому что впереди зима грядет, и доставки пищи нету. Ну, взяли землю, стали обрабатывать лопатой. У нас ничего не было. Ну, а потом тут наняли трактор, стали огороды. Ну, и стали, скотина, корова была, бычок оставили. 2-3, вот батюшке стало около 100 вещек. У нас тарелка эта в храме не ходит. Никогда не ходили. Все работают, и священник работает. Вот так. Я про то говорю, про могилу-то. У нас там были какие. Не знаю, ком и не ставь. Своим всем ставь. А почему, если он такой был, почему ты должен заботиться о могиле? Твой родственник? Иван. Нет, это Игорь спрашивал. А, Игорь, Игорь. Ну. А у меня просто такое было дело вот тут летом. Работы было мало такой. Я помолился Богу, Господи, пошли еще работу. И через два дня мне чисто там знакомый человек предложил. У него фирма по установке памятников. И он говорит, иди на лето устанавливай памятники. Ну, я не знаю. Начал их устанавливать, а потом на кладбищах, на всяких кладбищах хожу, их устанавливаю там на грузовике своем. И, ну, смотрю на людей, кто, во сколько умер родственников. И что-то так думаю, а кому я тут их ставлю? Может, каким безбожникам? И что-то как-то мне так было нехорошо. Ну, и ушел потом с этой работы. Но только что вынес для себя хорошее, что все лето походил по всяким кладбищам с родственников, видел там общение было. И как будто мне Бог показал, вот смотри, как это все быстро. Потому что видел же много и маленьких детей, и молодых там ребят, и девушек. Ну, и, то есть, много молодых на самом деле. То есть, говорят, что у нас там какой-то средний возраст, 70 лет, или сколько там, чтобы на пенсию ходить. Я так примерно посмотрел, что я вижу, то мне показалось вообще, что средний возраст 30 или 40. Ну, пенсионеры-то дольше живут, а на средние берут, средние. Ну, понятно. Ну, просто, так, если посмотреть по датам, кто умер, то живут больше только те, которые давно родились. А вот сейчас как-то это поколение быстро. Ну, речь идет о памятнике. Вы задаете такой вопрос, даже необычный вопрос. Ставить, не ставить. Во-первых, ничего это не дает. Это тебе сказали ставить, ты ставишь. Тебе не об этом надо думать. А есть, нет, это... Греха-то никакого нет. Но это все у православных. Памятник какой-то там... Или же Стелла называется, стоит с надписью. Да, да. Ну, везде кресты рисуют на Стеллах, гравируют. Да я знаю. Сегодня такие грехи творят, что ни у одного классика нигде не встретишь. Какие грехи? Вот приехал епископ во Фрунзе. Как же там, Варфоломей там был. Ну, одна подошла, женщина и говорит, вот у меня мама умерла, так ее надо отпевать? Он говорит, да ты ж православная, что спрашиваешь? Да, почему же не отпели-то? Да нет, мы ее отпели. Ну, так а что спрашиваешь? Я тоже думаю, а что спрашивает-то она? А она говорит, у них появился человек, который откапывает мертвецов и насилует их. Насилует. Не гомосексуалист, а мертвецов насилует. Так ахнешь. Ну, и в газете объявление, если вы встречали человека, одежда его там с глиной как-нибудь, как-то найти-то его надо, это же явно, что тяжко больной человек-то, но он не просто больной, то он одержимый демонической силой. И она говорит, после этого, мать-то второй раз хоронить, ее надо отпевать или нет-то? Она вопрос-то не до конца задала. Вот я был, когда следователь пришел, говорит, сейчас дело одно разбираю. Я, говорит, раньше не знал, что такое есть. В классе там, в девятом или в каком, одна девчонка не участвует с ними. А они что придумали? Играть ромашка. Заходят там пацанов в 5-7, и столько же девчонок, свет тушат там, ну и дальше раздеваются, и головами в кучу, а зад на обратную сторону. И дальше с кем, кто совокуплялся, они не знают. От кого беременны, они не знают, чтобы совесть не мучила. А одна никак с ними не участвует. И они ее там как-то сумели, затащили в подвал. Две или три девчонки держали ее, а ребята ее насиловали. И она не выдержала на крышу. Они там давай мочиться на нее, там как-то затащили или что, и она бросилась, погибла. И он дело это разбирает. Это нигде нет такого. Ни Кони, какие перечисляются там, Ломакин, никто из самых знаменитых юристов об этом не описывали. Не было этого. То есть, это не то, что изощренный грех, он в уме не вкладывается. И это надо тоже, ну, как поступать? Ну, никак, как поступать-то? У мусульман этого нету. А почему? Они сразу его истребляют. А правильно ли делают? По Ветхому Завету правильно. У них пьяных нету. Я с ними знаком, мне написал же, кто? Вчера мне написали-то. Мне вчера сказали, один записал и говорит, а вот вы вопросы отвечаете на сайте, там, мусульманство. Я вам отвечаю, допустим, на 100 вопросов. То можно мусульманам это выслать на ваш сайт, чтобы они сами почитали? Я говорю, пожалуйста. Он говорит, а я другого не ожидал. Но вас ожидают неприятности большие. Вы с ними ласкаетесь везде, а в книгах вы от них праха не оставляете. Я Коран, пасурам, аятам весь разобрал, и все это в книге, в 18 томе у меня, открытым оком. В сравнении с Библией, со святой. Я не нападаю, ничего. Сравниваю до секунды, до минуты. Что говорят? Ну и он решил им, кто-то знакомый мусульманин, и дать послушать. Думал, что я скажу, ой, не надо. Я говорю, да нет, это открыто все. Если говорят не надо, или конфиденциально, мне это не надо. Открыто все, прозрачно. И мы вот все здесь записываем, все выставляем. И ни разу еще не было вреда никому. Ну, как у меня тут вышел один из миссионерского отдела. Ну, хулиган просто. Столько пакостей наговорил, ну, бессовестный. Учится в семинаре. И теперь, а почему вот такой-то священник к вам заходил, а вы ролик не выставляете? Я не выставляю ролик-то. А мне сразу же из миссионерского отдела позвонили оттуда. Ролик этот не выставляйте. То есть он зверюга просто какой-то. Не выставляйте. Вот до того времени хотя бы. И потом у меня вообще украли его и нет. У меня и выставлять нечего. Почему я должен объяснять? Это ролик мой. Ну, вот такие люди есть. Самое негодное место, где есть, это миссионерские отделы. Подделка сатаны. Их нельзя создать. Подделка. Сатана принимает вид ангела света. Если кто не знает, знайте. Миссионерские отделы нельзя создавать. Их нельзя создать. Это фикция. Благовестнические можно. Добровольческие, певческие, благотворительные. Помогать в больницах можно. Миссионерские никто не может составить. Только Бог. И только два человека. Весь отдел. Господь Горь 12 послал подвое. 70 новых апостолов подвое. Кирилл и Мефоний только двое пришли. Какие отделы-то? Вы читайте Библию-то. Их никто не создавал. Ни Златоуст, ни никто не создавал. По два человека шли. Кому Бог откроет? А чем отличается от благовестия? Благовестник он просто берет, считает, пережит их где-то. А здесь Бог открывает. Куда ему пойти и что делать? Бог. Полностью Бог занимает всю работу. И показывает это его орудие. Они не понимают ничего сегодня от дела. Но это я попутно сказал, чтобы вы знали. И всегда запомните, когда люди говорят, что деноминация конфессии, это сатана прикрыл слово ересь. О какой ты конфессии? Скажи, вы, наверное, говорили, что нужно спрашивать, какой ты к ереси относишься? Баптистка, или Адвентист, или кто? Или свидетель стражи этой? Свидетели Юговых и не надо называть даже. Да, Тихо, еще время. Да. Все на этом. Может, еще вопросы у кого есть? Хватит помолимся, а потом продолжите. Как кто-то отойдет? Армей, пустите. Достойно есть некого истинного пожития, Богородицу, Присно блаженную и преднепорочную, И Матерь Бога на тебя, Чистейшую сверой, И славнейшую без сравнения с яйцем, Бедны сверия Бога, Слово родшую, Сущую Богородицу, Ковидычае. На, Тихо, еще помолите. Господи Божий наш, мы благодарим Тебя За великую радость, Что дал нам возможность молиться Тебе, Вникать в Слово Твое, Которое изрекли святые Божьи человеки, Будучи движимы Духом Святым. Ты дал нам святую православную церковь, Сохрани нас в ней от всяких заблужений, Ересей и сектанства. И родных наших, не знающих Тебя, Обрати, коснись их сердец. Распусти нас с миром, Соделай нас светом на вершине горы. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я еще спрошу, у кого... Вопросы, может, у кого есть? Можно добавить. Да. Теперь я уже буду отвечать за это. Говори. Я хотел о числе зверя добавить, 666. Ну, ну, говори, Роман. В Старом Завете у нас есть... Упоминается об этом числе. Соломон получал 666 талантов, золотом, налог. Его царство получало от всех. Ну, то есть число указывает, как бы, на деньги. На налог указывает, указывает на деньги. Господь, как говорил, нельзя служить Богу и мамоне. То есть, ну, я думаю, что здесь только эта связь есть. Еще один момент к нашей жизни. Впервые номер вот этот ИНН пришел через налоговую систему. Мне приходилось быть предпринимателем на Украине. И как-то... Приехал я в налоговую сдавать отчеты. И забыл этот номер. Там просто бумажка была, которая... Дополнение к паспорту. Забыл я этот номер. Ну, и пришел сдавать там эти отчеты. Они говорят, где номер? Я забыл. Говорю, ну, у меня есть паспорт. Вот мой паспорт, фамилия, имя, отчество. Нет, паспорт не годится. Надо только ИНН. Ну, тогда я, как бы, значения никакого не придал. Ну, поехал на следующий, там, какой-то день. Нашел этот номер я. Приехал в налогу и сдал, все. Время прошло. Я сейчас просто вспоминаю, что оказывается-то сам этот номер сам этот номер он стал выше, чем мое имя и моя фамилия. То есть он... То есть фамилия, имя, а моя стали второстепенными. Они ничего не значат, по сути. А номер стал выше. Ну, и хорошо изучая, углубляясь, там, оказывается, оказывается, этот ИНН который присваивают каждому. К нему еще идет добавочный номер 666. В мировой компьютер это все заносится. И как бы составляется досье на каждого человека, который принял этот номер добровольно. А само духовно принятие этого номера, кто принял его и расписался, то есть он духовно отказался от своего имени, которое дано в крещении. То есть сатана дает номер, у него все под номерами, это от сатаны. А имя, которое Господь дал в крещение, оно становится второстепенным. Вот такие дела. Что-то пояснять? Он говорит, все, антихрист пришел. Я говорю, как? Я сейчас шел, прямо на доме написано 666. Я не знаю. Да, написано. Я тогда прям вечером пошел, уже понари горят. Пришел, а там сберкасса номер 666. Ну, есть же 665, 667. А это не последняя цифра-то, да, дальше идет. А у нас 666. Так можно в книге 666 страниц. Эту страницу считать не буду. Вот 13 боятся в Англии. У них 13 этажа нет. 12 и сразу 14. Ну, что это? Ну, это никуда не годится. Квартира 12 есть и 14. 13 вообще, говорит, нету. Ее никто не берет. А почему? Это плохая цифра. Она в Алфаэте на 13 месте стоит. Мэ, Морталь. Это смерть. Переводится. Смерть. И на 13 месте в начале Алфаэта стоит. Ну, так можно что угодно сделать, говорит. В дурдоме на валенке женятся. Ну, а как? Почему именно? Потому что фамилия, имя, отчество Фио-3. Вот мне здесь надо было, ну, зашел человек. А я его сразу не отметил. А, ну, фамилия, имя знаю. Кузнецов там Владимир. Я зарядил Кузнецов Владимир. И интернет мне выдел 6700 человек таких. Десять тысяч, кажется, только Иванов Иван Иванович в Москве в одной. Ну, все, и ничего не нашел. А когда цифра десятизначная, то речь идет здесь о чем? Ну, 6 это тысячи, еще 6 миллионов, дальше это миллиарды. Они делают сейчас 20, в 20 цифр. Ну, деньги получить там, а там меньше, не все получают. В Western Union только 10 цифр. А в кассе, где идет ИНН, там 20 цифр. Она никогда, нигде не повторится. В течение, ну, допустим, 100 тысяч лет. Людей столько не будет. Она одна. И следующая цифра, она, вот как здесь, допустим, ролик я закачиваю, она мне сразу, система выдает, этот такой ролик уже стоит. Как система говорит. Ну, она определяет название, может быть, можно изменить, но до одного-то мегабайта или байта это никак не сделать. Она как-то сама система это определяет. И поэтому им так удобно считать. Никакого значения он не имеет. Вот я просто о себе скажу, что разговариваем с ректорами, Сигнеев Владимир Васильевич. Огромный университет, 21 тысяча студентов. Он доктор там наук. Ну, и говорит, тут попросили бизнесмены для поднятия их уровня, чтобы с ними занятия провели. И что? Ну, они вот вас знают, вы много выступаете везде, и чтобы вы у них провели занятия. Так у меня... Ну, я сделаю, я говорю. Ну, а где? Да вот такое время там. Ну, я провел там, кажется, два занятия по два часа. Ну, я подготовился там, снятые фильмы, картины и галереи мира там. Ну, по всем уровням. Поэзию захватил, поднять их. Потом он у меня, ректор, говорит, деньги получите. Какие деньги? Ну, вы же вели занятия. А кто платит-то? Ну, они и заплатили бизнесмены. Я пошел, там такая цифра шестизначная. Я говорю, откуда это? Ну, вам. Да у меня ничего нет, я же образование... Нет, вас провели, говорит, как профессор, да чуть ли не Нобелевский лауреат. Ничего себе. А он говорит, я говорю, а я у вас веду занятия здесь уже 17 лет. Здесь? Ну, в вашем университете это каждую неделю у меня 4 часа. Ну, умножьте на 5 месяцев и умножьте дальше на 15 лет. Вы понимаете, какая цифра? Он сразу рассчитал, идите и получите. Да вы что? Я в глаза таких денег не видал. Нет, получите. Ну, я пошел, и правда цифра начисленная. А ваш ННН? Я говорю, а у меня нету. Ну, получите. Я говорю, а зачем? У меня имя, фамилия, отчество есть. Я паспорт даю. То есть, если бы я подал суд на них, я бы выиграл 100%. Суд против антихриста, как статья была, выиграли, все. А теперь-то дорога проложена. Я не пошел по сегодняшний день, так и не получил. А теперь уж никто и не даст. Не потому, что ННН что-то знает, а просто я понимаю, Бог дал возможность показать себя, готов я или нет. А то тут ничего не значит, там не значит. А ННН у нас тут общины есть. Они нас не спрашивали, присвоили им. Легко искать. Вот легко искать. Вот у нас здесь, ну, какой номер-то присвоят тебе? А он там 20-значный, он только один. Один. Хотя мое имя, фамилия Игнатий Лапкин, в интернете я больше не нашел нигде. Ни на Одноклассниках, ни ВКонтакте, нигде. Я один. Почему? Потому, что называли пока по календарю. А еще Игнатий до Тихона вообще не найти. А назовут как? Петров, Иванов. Вот возьми Володя. Володя у нас в деревне-то, деревня-то там 10 домов, три Володи. Как это так? Ну, романа-то два, допустим, еще это куда не шло. А то и вообще. Я говорю, в деревне было 6 коров, когда после 5 зорьки назвали. У мусульман там у нас спрашивают, как звать Айша? Другая Айша, она здесь и спросила все Айша. Потому, что Айша была наложницей, или кем она там у пророка их? Я попутно это все говорю. Ничего ИНН сегодня не значит совершенно. Но это примерно. Об этом хорошо и Патриарх сказал, и в священном начале. Принуждать никого не надо. Вот мне с Берсеневки неоднократно уже звонил отец Кирилл Сахаров. Это единственный храм, он святителя Николы, чудотворца, который не принял ИНН. И вот трепет со всех сторон, ну что делать? Я говорю, можешь, подержись еще, ты даешь нам пример. Греха нет, это не знак Антихриста, никакого отношения к Антихристу вообще не имеет. Это подготовительное. А подготовительное это изобретение электричества. Все, что в этом идет, где-то электричество работает. Металлы разные, вот это, бионика, это все ступеньки к Антихристу. Без этого никак. А когда будет он, тогда защипировали человека. Все, где он был. И путь его, каждого человека, отображается на карте. У него, сколько-то я считал, где-то, чуть ли не 10 гигабайт делать-то где-то. Сразу в органы. А где она? У нас документ, номер чипа. Все, они сейчас только нажали. Ууу, она как далеко-то ушла. Она сейчас в лесу, там никого нету, там какая-то дача. Все, меня на машину туда, вот он, на наш ураганщик, убери его. А так бы никогда не найти. Детей теряются, сразу найдут. А когда все будут зачипированы, и чип нельзя будет вырезать, никак, там, сердце остановится. Вот, все, а то мы бьемся. Давайте, с той стороны, на масонов посмотрим. Они не верят в страшный суд, христианство, но мы хотим мирно жить, да, хотите, чтобы боров не было, да, убийц не было, не поджигали, конечно, все, то по-другому никак. И все фиксируется. Здорово. Я масонов отлично понимаю, при условии, что нет Бога. Они заботятся не о порядке в своем подъезде, как мы, мелкотравщатые, не в доме, не в государстве, а во всем мире, и навсегда установить порядок. А кто не подчинится? А там гробы, по 20 человек гроб, уже приготовлено, целый полигон. А вы будете подчиняться, дело покажет. Раньше время это как индюк сопли не распускай, а то подберут. Кто-то есть тут у меня? Или все разошлись? Есть, есть. Игнатий Тихонович, Игнатий на связи. Можешь на вопрос? Давай. Вот я прочитал недавно одну статью, где было написано евангельское повествование, как сатана, искушая Господа, пусть в трени, сказал, что поклонисься мне, и я тебе дам все царства мира и славу их. Да. И вот автор, который написал эти слова, он искренне верит в то, что сатана действительно имел власть над этими царствами и мог дать Иисусу Христу. Я где-то читал толкование, что в данном случае бес врал. Но тут другой вопрос. Ведь у нас каждое слово в Новом Завете это истина, это слово Божие. Я в недоумении. Так действительно ли этому дьяволу была дана определенная власть над царствами, которые он предлагал к Христу, или это был что-то такие обман? Так, Сергей Егорович, я понял вас. А почему у вас даже фотокарточки нет, одна чернота? У меня что-то с мобильным телефоном. Ну ладно, все понятно. Главное, все в порядке. Во-первых, он лжец. Дьявол лжец, отец лжи. Но второе, Христос принес евангельскую весть всему миру. Слава Вышней Богу на земле мир и в человека благоволение. На земле мир не усыновить никак. А там мир-то он не один этаж, а три этажа. Мир с самим собой, мир друг с другом и мир с Богом. Ты хочешь, Господи, чтобы весь мир был, то у тебя подчинялся? Да. Падешь и мне поклонись. Тебе умирать не надо будет. Я сделаю так, что все люди тебя признают. И он в этом-то был. Да как прав? Весь мир перед ним лежал. Весь мир лежит во зле. Писание говорит, весь мир лежит во зле. Не будем говорить там продал сатане, Бог допустил. Весь мир лежит во зле. Это Библия говорит нам. А этого нельзя никак опровергать. А как? Власть его была повсюду. Ни одного государства не было христианского. Весь мир, ну, весь там, какие-то отдельные люди там везде были, которые, вот даже Ахиор, он там персианин, он уверовал иудив, иудив, и читаем, когда книга, она не каноническая, но и в Библии тоже есть. И поэтому, действительно, мир этот принадлежал и ему, дьяволу-то. А только он, Христос и его любовью, чтобы человек искренне отдался Христу на служение, а он так, ты мне поклонись, я-то буду, главное, раскладиться, ты мне раб. Я тебе этот мир грешно отдам, его преобразовать не надо. Это великий инквизитор в братьях Карамазов Фёдора Михайловича Достоевского. Подробно описано. Сильнейший метод Михаил Ульянов сыграл. Мне никогда не поверилось бы, что можно вот эту главу на экран перенести. Как? Он её перенёс. Ну, талант. Вот это хотите, зарядите, пишите, Михаил Ульянов, великий инквизитор в Ютубе. И она сразу вылезет. Вот ответ. Всё. Понял. И ещё попутный вопрос, вытекающий из этого. Ну, написано дальше в Англии, что этот дьявол взял с собой Павел Иисуса Христа в Иерусалим и возвёл его на крышу храма. Но Господь, ведь без боли Господа, дьявол не сможет никуда не перевести его, не поставить на крышу храма, ни на какую гору. А вот почему, об этом я не знаю, и можно ли вопрос задавать, почему Господь позволил его, этого дьявола, этому дьяволу, на крышу храма ставить его, в Иерусалимийский. Этого Достоевского очень подробно и у Соловьёва Владимира Сергеевича объяснено, что это означает. В эти три искушения входят все искушения мира. Все. Это чудо, слава, авторитет. Вот. Об этом как раз я и говорю, посмотрите. Дьявол как говорит, ты на корме, тогда твори чудо. Какое чудо? Камни сделай хлебами. Возвёл. Он не поднял ничего, возвёл. То есть, дьяволу это надо было. А теперь бросься вниз. Люди считают живые помощи, чтобы отбиться от сатаны, а сатана сам их считает. Это 90-й псалом он. Я понесу тебя, на руках понесу тебя, да не приткнешься о камень ноги твоя. В славянском стоит, как он цитирует, по-славянски потом цитирует, церковно-славянски. Ну и ты знаешь, что бросишься, и тотчас разобьёшься. Ну, ребятишки друг на другом. А ну бросься, боишься прыгнуть, боишься. А внизу там железяки под снегом. Ну он прыгнул, ну всё, распорол живот и умер. И он ко Христу вот так обращается. А он, Господь сказал, не искушай Господа Бога твоего. Я вначале не понимал, почему сатана не возразил. А потому что Слово Божие имеет силу. Я когда фильм Моисей посмотрел, как вокруг скалы лазерный клей, идёт луч, и как выплавляет буквы, и камень течёт, как львоск. И вот слова Христа имеют такую силу в Библии, что сатана не посмел слово сказать, он как обожжённый отскочил. Ему ничего не мог сделать. Христос говорит, написано. Да Господи, ты же сам диктовал, и написали люди. Но оно написано, и сатана знает. И главное, со Христом люди встречаются, он доказывает, цитирует Писание. А сегодня, когда говорят, что ты с Библией носитесь? А Господь всегда спрашивает, как считаешь? Как слышали? Ну, написано, возлюби отца и мать. Ну, так и делай. И вот мы должны понимать, что сатана – два оттолкования, и то, и дро, может, верно. Во-первых, обманывал, а во-вторых, действительно, мир ему принадлежал. Но отдать Христу он такой мир не нужен. Христос пришел умереть. И когда он кричал, сойди из креста, поверим-с, когда на кресте был, Иоанн Таус говорит, это только глотки людей кричали, а кричал сатана в людях. Почему? Потому что 19 глава, 19 стих, второзаконие говорит о том, когда судьи там что-то вынесли неправильное решение, лжесвидетельствовали кто-то, то сделайте ему то же, что он свидетельствовал. По той статье. Он говорит, я там что-то сделал с его дочерью. А суд грозит, убейте его. Ну, это мы знаем из книги пророка Даниила, там, Сусанну, когда оболгали на смерть. А Даниил доказал, что этого не было. Их обоих казнили, два прокурора там были. Вот надо это, брать все для себя. И Христос-то не совершил греха. Жало, смерть и грех. Возмездие за грех смерть. Впервые в мире умирает человек, а Христос-то был и сын человеческий. Умирает, а греха нету. И сатана заметался тогда. Грех-то рождает смерть. А во Христе нету, а смерть подошла. Сойди из креста, не умирай. Сойди. Нет, я пришел умереть. Вот когда это прослушаешь, тогда понятно бывает. Сатана боялся смерти Христа. Ничем не подтвержденная смерть. Греха нет. Не найдено. И судьи, и пилат ничего не нашли. А это означает, сделайте то ему, он мне смерть. И ты, сатана, поражен будешь. Повернулось это оружие на него. Вот какое дело. Это у Григория, митрополита, там один день святой жизни, тоже захватывает это. Христос первый был, он предал Иуду, Христос. А Иуда предательством ответил на предательство. Почему? У него были интересы. Тоже слева-справа сесть, быть министром. И вдруг оказалось, идет на казнь. Ничего не было. А люди-то ему уже завидовали. И он понял, что все потеряно. Обманщик. Я за ним пошел. Вот смысл-то в чем. И он почему тогда раскаялся, а увидел, что невинную кровь предал. Когда вот это узнаешь, оно у меня насчитано на пленках, тогда остальное уже легче разбирать. Все? И последний вопрос, я найти, Тихо, можно, да? Давай. Мне довелось познакомиться с автором книги «Возвращение», о которой появился где-то месяц тому назад на нашем сайте. Под фамилией неизвестный автор. Им оказался Евгений Кузьерин, Евгений Николаевич, в велоцеркви. Ну, я вчера с ним разговаривал по скайпу. Ну, 70 лет почти, вот, без бороды, как профессор Осипов. Говорит умные вещи. Я пытаюсь тоже выяснить, почему вот такой вот умничка он, да? И в то же время вышел из православной церкви. Он пишет многие правильные вещи в своей книге о водимости духом святым, о поставлении, значит, о смерти ветхого человека и воскресении в нем через Христа нового человека, чтобы избавиться от греха. То есть такие вещи, которые я слышу и у других таких вот выдающихся богословов. И следующий контакт у меня будет может быть через неделю. Но я хотел бы у вас спросить как бы благословение, стоит ли мне дальше общаться с ним и просто удалять в разу любопытство, почему он вышел из церкви, обладая такими большими знаниями о слове Божьем. Тем более, что с самого начала он поставил под вопрос все, что не соответствует слову Божьему. То есть он сразу определил в нашем разговоре, что критерием истины в конечном счете должно быть у нас только слово Божье, только Библия в первую очередь, а не толкование, допустим, святых отцов, которые могут быть и противоречивы между собою. Стоит ли мне все-таки дальше с ним сотрудничать, контактировать или воздержаться? Да воздержаться-то не надо. У вас должно быть отвращение, а не то, что я буду воздерживаться. Вы должны духовно это понять. Один вопрос. Где он теперь находится? Он покинул православную церковь. Этого вполне достаточно, чтобы им не разговаривать и ничего не считать. Где он теперь находится? Сам по себе один? Мне кажется, да. Я пока что не выяснял этот вопрос у него. Выясните, выясните. Я знаю, какой вопрос скажет. Я ни с кем не сообщаюсь, я просто христианин. Таких сегодня, наверное, миллион. И врут через неделю, они опять кучкуются между собой, как-то назовут свое общество. Ну, сколько слов? В словаре есть, так сказать, знамя победы, или крепкий фундамент, или у нас слово жизни, живая жизнь. То есть, слова переменяют только местами-то. Живая жизнь, свет востока, библейская церковь, как угодно назови, не православная. Никео цареградский символ он не принимает. И он отошел от православия. А от чего отошел? Толковать Библию надо, но только не святых отцов. Чья это мысль? Святые отцы прославлены. Мы проходим по святым отцам. Если со святыми отцами не было Христа, то его больше нигде не могло быть. Нигде. Это церковь, она одна была с первого века. И тогда Христос, это не Христос, а обманщик. Ты смотри, куда идет. У него нет лжи у Христа. Во все дни до скончания века. Во все дни до скончания века с вами буду. Вот обещание Христа, уже возносившееся на небо. А где не было? В первом дне не было, в первом веке не было, во втором не было. Почему? Там была православная. Этого товарища-то там не было. И как он понимает, он открывает малую часть. Мне уже сколько таких присылали, вот он такой-то катосонов, он там хороший, то другое. Я посмотрел, какой он, а они просто издеваются. Называются еврейские штучки. Подкинем любую идею, и все люди проглотят. Почему? Смирения нету. Надо быть очень внимательным. Разуму своему, крылья не распускать. Вот у нас были тут люди, притом люди хорошие. Хорошие. Они не здесь живут. Вы с ними, знаете, приезжали. Куда пошел? Да я никуда, я просто в православную церковь не хожу. А зачем мне нужно там где-то святые отцы? А сегодня уже они скучковались. Они уже вместе там отступники. И тоже занятия проводят, увидали тут. И проводят занятия не по святым отцам, а как? Дальше толковать не надо. Другого-то нет толкования. Если это неверное, которое мы проходим, то это была не церковь. Ты прочитай златоусты, то хоть один раз до конца-то, и тогда узнаешь. Я его насчитывал, составлял на него симфонию, каталоги. Я знаю, о чем говорю. Почитай, что тебя святые. Кто-нибудь так делал? Вне церкви нет спасения. Повтори десятки раз. Вне церкви. А он вне церкви. И человек, который не имеет спасения, сам, как он тебя к спасению-то приведет? А можно с ним общение? А зачем? Это люди, отрешенные от церкви. Еретика после первого-второго вразумления, отвращайся. Ибо он грешит, будущее самоосужден. Он сам себя осудил и приговор вынес. Я ухожу из православия. Он приговор подписал. Его нету. Ну, какое православие где? Другого нету. Патриархи Кирилла признают все патриархи в мире. Недавно они служили 4 патриарха в Бухаресте у румын. И сразу мне скинули ролик. Посмотрите, патриарх стоит и по-латинскому молятся. Все это по-латинскому. А ну, покажите где. А стали говорить, они алтарь закрыли и вынесли сюда престол, длинный стол. А Христос-то как вел? Вечери-то. Они же еще сидели в алтаре, закрылись дубовыми иконами от народа-то. Нет, конечно. Вот в Киеве там храм Софии. И там нету перегородки никакой. Ну, так парапетик есть там на уровне пояса. С балясинами небольшими. И все. Еще попрятались-то. У католиков, посмотри, небольшая ниша. И там сидит ксенц, лицом к народу посредине. Он вместе с ними понимает, говорит, неправильно прищищает католики, неправильно крестит. Но здесь они просто. А у нас сколько одежек? Патриарха застегивает, застегивает, расческу ему принесут, руки помыть. Спектакль ставим и все. Но, а как же так говорите? Я говорю так, как вижу. Но я православный, я подойду и благословлюсь. Я не бунтую. Я просто знаю, что этого не было у апостолов. У апостолов был только филонь. А это плащ. Ничего, к которому плаща не было. Просил принеси филонь. И книги особенно кожаные. Ну, можно реально смотреть. Зачем он тебе нужен? И вот, который к ним ходил туда, я говорю, как они признают святых отцов? Нет. И ты ходишь туда. Сегодня же единая исповедь. Вымай руки, святой водой окропився, исповедуйся священнику, что сидел с нечестивыми. Первый псалом считай. Я о ком говорю-то? Он здесь находится, человек-то, да? Да, да, Игнатий. Ну вот. Я так говорил вам. Могу даже сказать, Сергей, что у вас будет. Ты будешь стараться сказать про святых отцов, про церковь, про учителей. И у вас начнут на этом разногласия. И в итоге закончится у вас разрывом. Скорее всего. Да. Потому что, да, я походил два раза на эти собрания их. Да, там три православных. Я, Андрей, еще один парень откуда-то. И вот три православных, они святых отцов. А те, кто уже отошли, да, они в полной противоречии. То есть, ну, как бы даже хулят. А что это люди? А откуда им до ногу это открылись? Вот слово так говорит. Я говорю, так, а что с учителями делать? Где учителя? Он говорит, а я не вижу. Библия их не показала имен. У нас есть вот это по преданиям. То есть, вот чем закончится у тебя разговор? 12.28, 1 Коринфян, прочитайте, поставил апостолами, пророками, учителями. Кто учителя? Они начинают апостолов перечислять. Бог поставил с первого века Игнатий Богоносец, Ириней Леонский, Поликарф Смирский, Киприан Карпагенский, Златоуст. Игнатий Богоносец. Это учителя, известно, в каком году умерли. Вы назовите, как вы понимаете. Нету. Вот они сидят, и они все по-разному понимают. Почему? Потому что сатана разделяя и властвует. А церковь объединяет. Молитва Духа Святого. Никогда с ними не участвуй, не говори. Один раз им за свидетельство. Вы погибшие. Отребья земли. Так сделай, чтобы громы и молнии там гремели. Понятно. Ну. Игнатий Тихонович. Ой. Ну-ну. Сегодня у нас в Беларуси батюшка вышел с вашей книгой, первый том, и по книге читал толкование. Во. Новость какая. Вет службы назад наши комментарии произнес в церкви, ведь людьми. Ну, мы сильно-то не напрашиваемся, друзья. Если книга-то еще моя, я только издал комментарии там небольшие. А главное-то что? Это Библия, синодальный перевод, Новый Завет, толкование Блаженов и Филакта. Он в основном брал Луяна Златоуста. Патриархия совсем года, лет пять назад издала полностью толкование до откровения Блаженов и Филакта. Ну, там ни комментариев, ничего нету. Расстановка там такая, слова библейские по-славянски. Ну, даже сравнивать ни с чем, как наше издание. Наше издание никому не издать лучше. Можно издать только крупнее, больше размером, ну и корочки подороже. Но они будут брать только наше. Откровение взять толкование, они должны, другого не возьмешь. Лучше нашего толкования, вот этого, которое по всем святым отцам, он три года занимался, отец Геннадий. И он в предисловии написал, что в моем доме он начал, я его благословил и сказал, давай-ка займись откровением. И дал ему литературу. Он умный человек-то. И говорит, вот вы, а то в то время у меня из Академгородка, а там всюду люди приезжали, а я ухожу на сутки дежурить и всем даю работу. А он тогда и говорит, у меня отец Геннадий был, тогда он еще и даже не священник был, Генрих, Генрихович Фаст. И он говорит, а я вот подумал, вот сколько людей было, все разные, и вы всем дали разное задание, а комнатка 12 квадратов, и все сидят, и все работают, вас нет, и все заняты. А вам-то кто дает? Мне, кто дает работу? Я говорю, сильный вопрос, очень сильный. У меня получилось так, что никто мне не дает, я все время на коленях и выпрашиваю у Бога. Передо мной никого не было. Те учителя, которые были, и то, говорит, достигнуть как учитель, так все, они у меня, учителя, исчезали буквально через месяц-два, и все, они больше ничего не знают. Не знаю, он все отдал, я все усвоил, что он знал. И Господь так мне дал, что я непосредственно прошу у святых, у Бога, через святых отцов, и был епископ как-то, ну, это вот ваше учение о крещении. А ермонах тут был, он говорит, а где Игнатьева учение? Ты в каком месте? Покажите. А вы еще сами не знаете? Он говорит, нет, я живу у него на квартире, вот книги пишет он, и я печатаю. А где? Епископ еще не мог показать, ну, ничего, потому что нет ничего. Мое учение нигде нету. Я просто, как Андрей Кураев, вот он видел, говорит, Игнатьев ничего не говорит своего, он просто раскопал засыпанные там целые слои. Он говорит, приводит выдержки из жития святых и святых отцов. Он нам показывает, это наше все, а мы забыли, что оно у нас есть. Вот Андрей Кураев это увидел. Конечно, чтобы это достать, я должен был копать, копать и копать. Десятки лет. Все сегодня. А как вы называли фильмы? Шокирующие кадры? Так, я ничего не понял. Как вы фильм называли? Фильм срочных фирм Диплом. Молочный фирм. Молочный фирм. Фильм, который называл, ну, да кто там, передайте, я уже закрыл тут программу. Шокирующие кадры молочных фирм Европы. Да? Да. Он небольшой фильм. Его можно всем смотреть. Вы посмотрите, что там есть. И ни одного положительного отзыва нету. Ну, не считайте, они плохие отзывы-то. Но в вашем сердце родится подобное же. Но мы христиане, мы не будем этому. Евгений Клеймёнов, это кто такое? А? Это я, с Украины. Да вы что? Да, Игнатий Тихонович, у меня к вам вопрос. Да. Как понять утверждение, или вернее, как правильно ответить? Вот убийца, серийный убийца, покаявшись и раскаявшись, имеет право, имеет шанс на спасение. А самоубийца даже не отпевается и на кладбище не хороет. То есть, вот как вам это понять? Да понимать не надо так, принять, как есть. Зачем понимать-то? Самоубийца, он расстается с жизнью, с даром Божьим, и покаяния в этом нет. Он не говорит, Господи, прости меня, я жизнь эту прерываю, которую ты дал. А который убивал там разбойник на кресте, он, может быть, тысячу людей убил, как Павел говорит, я гнал церковь. Гнал не просто, а он даже в Дамаск шел, выловил всех уже в Иерусалиме. И Бог дал ему покаяние, тут и так понятно, он живой, осознал, кается, а самоубийце нет покаяния. Ведь обстоятельства в жизни бывают разные, будет учитывать их Господь? Ведь и дети бывают самоубийцы, которых вот в группах, допустим... Нет, 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 и нигде в Писании нету. Самоубийца, это есть самоубийца. Это мы говорим, маленький ребенок. Приводится пример, ребенку 6 лет, а он матерится. Так отвечает он за эти слова или нет? И вот он умирает, и кричит, и отцу, там называют его отец. Они на меня нападают, они меня тащат, держи меня. То есть демоны тащат его. И это приводится как в житиях святых. Вот и все. Отвечает. Ребенка вот у нас 6 лет батюшка уже исповедует по полной программе. Мы должны согласиться. Что-то не растолковывается, но вот так есть и есть. А я не согласен. С чем не согласен-то? Я хотел бы быть высшим ростом, вот я. А мне метр семьдесят два. Ну, я хотел бы иметь волос кучерявый, как у нее нету, и чтобы черный волос был. Ну, у меня русый, хоть и кучерявый был, но... Зачем об этом говорить? Это пусто. А сейчас и пол могут переменить. Трансфеквиты эти проклятые. Надо смиренно принимать. Бог дал мне глаза. Мы каждое утро просыпаемся, Господи, молимся, считаем молитву, молитва слову, одну славу, третью часть кофизма, считаем по-русски, псалтырь. И потом молимся своими словами. Благодарил тебя, Господи, что в этой ночи я безопасно прожил, и жизнь мою продлил, и разум сохранил. Разум сохранил. Вот что надо помнить. И мы ежедневно утром благодарим. И ангела-хранителя, который от видимых, невидимых опасностей спасал. Мы не знаем, что ночью угрожало. Ни страха не было, ничего. Мы спали блаженным сном. Вот ответ. А второй вопрос у меня по поводу поста. Вот 28 ноября начинается пост. Вот человеку работающему, думающему, там есть такие дни, когда сыроедение, вот, вред, там, в некоторые дни только рыба позволяется. Можно ли какое-то послабление или нет? Нет. А послабление дается только, написано, только. Даже великий пост послабление дается. Зело престарелым, там не написано сколько, но, видимо, 90 лет уже где-то там подходит. Зело млад, то есть грудной младенчик и болящая роженица, там, больной-больной человек. А что разрешается? Ничего, кроме вина, там, может, наперсток или растительного масла. Никакой рыбы ничего не разрешается. И ни один священник не может разрешить. Нету этого в законе. А вот послабление в этом заключается. С благословения священника вот такие люди, о которых я сказал. А зачем я себя буду причислять? У нас вот как собороваться, идут, набьют, он их мажет, батюшка, как оладушки на сковородке. Блестят от масла. Батюшка проходит, давай к соборуся. Епископ приехал. Нет. Я ни разу не соборовался. А зачем? Я здоровый, крепкий. Я не больной. Подошел, а там сестра старшая записывает больных передать в алтарь. Я говорю, вычеркни меня, я не больной. Ну, а болит что-то? Болит, ну, я не больной. Болит это естественное отмирание. Вот у меня почернели ногти. Ну, мы разгружали бревна, и бревно у меня бряхнуло, и ногти, ну, там, кровь запеклась. А уже месяц прошел, уже сползает, дальше белая идет. Ну, что-то, больной я. Колени плохо там сгибаются. Так у меня морозилки, их везде держали, руки выкрученные. Там КГБшники надо мной потрудились, когда арестовывали. Так это не болезнь, это память. Я шрамы свои ношу. Господь мне позволил, я еще и смеюсь над этим. Вот. Желудок перерабатывает пищу. Пища простая. Мясное не едим. Мы строго соблюдаем пост. Я начальник детского лагеря, и ни разу за 45 лет мы не нарушили. Растительная маска, где разрешается, дадим. Нет, значит нет. И мы не то, что там вот похвалиться, это благодать Божия. Поста Петров слабый такой. У нас рыба там, халва, стряпают все, и мы даже не замечаем. У нас поста-то у православных и нет настоящего-то. Мы просто меню меняем. Поста-то не пить и не есть. Несколько дней. Вот у меня бабушка, она в четверг если поест, а в следующий раз только в воскресенье. У нас тут был в Искитиме один дедушка, я не знаю сколько ему лет, но где-то 60 с лишним старик. И вот робота какая, он багром ловил пропылающие бревна по реке, вытаскивал их один, распилил и продавал. Тяжелая работа? Даже не скажешь насколько, тяжелая какая работа. А он прищищал, не прищищался, а проспора одна, в воскресенье. И до следующего воскресенья в неделю одна проспора. И главное в теле-то не убывает какой есть. Вот как Бог делает. Игнатий Тихонович, а вот такой вопросик еще. Там когда посты идут, написано допустим сыроедение. А можно ли просто суп, там картошка, капуста, морковка, но это в супе? Можно, конечно можно. Можно, надо поправку делать, что мы на севере находимся. Уставы писались в южных пустынях, египетские там. Он прямо говорит, Макарий египетский. А вот пост великий, рыбу можно только, рыбу только, на верное воскресенье и на благовещение. Если это благовещение, не на последней страстной неделе. А в Соловецком монастыре круглый пост едят сущие, сушеную рыбу. А почему? А там ничего больше нету. Серковь, мать наша любящая, она разумно составила и уставы, и все. Рыбу едят монахи. Весь великий пост. Вот и все. Здравствуйте, Тихонович. Помните, я как-то писал, рассказывал об этом человеке по имени Митрофан из Греции. Ну да. Что добивался, добивался, как бы видеоконференции с вами. Да зачем он нужен? Я сказал ему, что есть такая возможность при участии Сергея Козлова. Да зачем он нужен? Он не расположен. Он не расположен. Его отношение сначала к церкви, узнаете, церковь православная признает или нет. Он на меня уже наталкивался. Мы уже беседовали раньше. Это он под разными именами, я вижу, он подходит-то. Я в нем не имею никакой нужды. У него вопросов нету. У него нет вопросов никаких. Так он мне и написал, мне никакие орбиты не нужны. О, а у меня шахматные часы, шахматы давнул, мое время идет, он давнет вот такой вот. То можно было бы, если что-то его интересует, а его ничего не интересует. Я же вижу, когда он заходит, где что говорит, выставляет. И даже то, что у меня считают, он написанное, и то он переворачивает. Переворачивает, переворачивает. Да зачем нужен-то он время тратить? Он сделал подборку всех видеороликов, где я принимаю участие. Да. И вот такой вопрос. Сергей, тебе, я говорю, не стыдно бывает за твои видеоролики, за твои ответные вопросы. Ага. Я написал, что, брат, мы с тобой давайте попрощаемся. Все. Вот видишь как, то есть на те вопросы, которые вы передо мной поставили, я вам ответил полностью. И никто в интернете их не касается, а он касается. Говорится, свинья рылом все перероет. И давай мы не будем, им это не надо. Он не называет, где он находится, в греческой православной, где. Я вижу там за каждым словом обман и рога. Зачем мне нужно это? У меня столько материала. Бери, считай, смотри. Я уже нового ничего не скажу. Я все сказал. Только я на сайте отвечаю на 4124 вопроса. Это мало? Так вопросы-то какие? По Библии в каждом вопросе. Жития святых, каноны все. И труды святых отцов. Сверху-то ничего уже не положишь. Одни труды святых отцов, это 300 томов. Я полвека учился у многих святых отцов. Вот поэтому я и тысячи других христиан православных пасутся на этом поле, на вашем. Да ну не мое, Сергей Егорович, это не мое. Я просто получил от Бога этот талант открыть, и Бог дал мне память. И я просто открываю, и больше ничего нет. Я показываю. Вот сегодня стали считать, вот, мои комментарии. Это, а там я ссылаюсь, вот. Там-то сказал Феофан Затворник, дальше Симеон Новобогослов. Какой комментарий-то? Я просто расширяю. Ну ты споришь-то не со мной? Если ты спорить-то будешь-то. Я же привожу и указываю на том странице, откуда взято год издания этого труда. Мои книги брали на исследование в Одесский монастырь мужской. Три епархии работали в центрские отделы. А то стали на Украину в Почаево-то. Дворкину отдельное задание. 14 лет исследовали, и ни одной строчки не могли мне в обвинение поставить. Это что-то значит? А у меня 33 тома изданные по 752 странице. Да меня голыми руками можно брать. Одних роликов 8700. В Ютубе. 8700 найди у кого? У Осипова 1600 только. Так я показываю всю жизнь. И работаем мы где. И спать ложимся, и встаем, и занимаемся с детьми. А там ничего нет. Они просто сидят и говорят. Они ничего нигде не меняют обстановку. Там ничего больше нет. А мы показываем. Вот с нуля строится деревня. Вот я работаю, дороги ставлю. Вот зверей отбиваю. Со мной ходил, ты капканы ставил. Ходил? Ходил, ходил. Ходил. Ну ты видишь, где мы ездили, проехали. Какие шлюзы делаем, пруды восстанавливаем, озера. И все платить надо. А деньги-то громадные. Нынче я 220 с лишним тысяч только отдал. А за предыдущие два года больше миллиона вложил. А пенсия 6500. Ну явно дело, что на меня золотой дождь откуда-то идет. И на себя ни одной копейки не потратил за всю жизнь лишней. По минимуму. А работа по максимуму. Вы были сами здесь. Вы за 10 дней сколько роликов мы с вами составили на ваши вопросы? Роликов 12-15. Во. Вы самые плодовитые были здесь нынче. А он против. Это вам, Владимир Никонович, не успевал. А вы ему скажите, если еще на вас выйдет этот мистера Фанта. Скажите, вы эти вопросы, которые я задавал, ответьте на все, чтобы я увидел. Одинаково понимаете или нет? Он никак не ответит. Он никак. Неправильно, не неправильно. Он никак не ответит. А у меня вопросы. Я стою в пяти университетах, вел занятия. Эти три радиопрограммы, милиции, школы десятки. И ни одного вопроса, ни отвеченного не было за 30 лет. Притом не когда-то, а сразу же отвечаю. Сразу. Ясно дело-то, что Господь показывает как. И опровержения не было никогда, ни от кого. Конечно, недовольных много. Потому что, видишь, в церковь стали звонить, почему крестите неправильно. А теперь стали строить в храмах купельни. А я в университете за капельной стою. И оттуда человек пришел из патриархии и говорит, батюшка послал сказать вам, что мы купель построили. Я говорю, а мне-то зачем, говорит. Ты перед Богом. Вы ее сейчас закроете, она не будет работать. Так и есть. Закрыли, плитой не работает. А зачем он будет, если одинаково? Моченый или погруженный? Одна та же цена. Правда, сейчас не одна цена. Если с погружением, то тысячи на две, может, дороже. Мне пишут. Ну, то есть, одурели. Мамона Вильзиулович все покорил. А мне этого обвинения нету. У меня, когда судили, следователь говорит, под конец уже следствие закрывать надо, а ничего не доказано. А по тем деньгам у меня деньги должны быть громадные. Я тысячи пленок выпускал. Катушек. Тысячи. Я все равно найду, в каком банке у вас деньги хранятся. По одной волосинке я вам бороду выдержу, но найду. И ничего не выдержал, и умер. Молодой следователь. И умер от самой незначительной болезни. Гайбарит. Прокурор сидел, как такие брови, как у Брежнева. Все, это меня давил там где-то. А я встал, Мардлинов Яков Иванович. Я говорю, Яков Иванович, вы меня все равно осудите. У вас заказ коммунистов. Ну, не злитесь на меня. Ну, чего вы как на врага, как Ленин, на буржуазию смотрите-то? И мне все равно я отсижу срок. Я еще не вернулся, а он уже умер. Как мой отец говорил. Они подохли, а я живу. Я их не убивал. Меня осудили, я б бессрочно был бы. Срок кончается, новый наворачивают. Потому что я не каюсь. А тут, видишь, указ был. Благодаря Горбачеву мы все вышли. 210 политзаключенных в стране было. 15 марта 87-го года указ Президиума Верховного Совета о помиловании, а реабилитация только в 92-м пришла. Если кто не знает, я выдаю данные. Ну, все сегодня, друзья. Спасибо, Христос, и на детей. Дай Бог вам здоровья и вашим ближним. Да, спасибо, Христос. Ну, что сказать-то. Слава Христу. Послезавтра мы встретимся, если Господь благословит. Я рад всегда вас видеть. С Богом. Аллилуйя. Все. Отключайте, давайте. Спокойной ночи всем. Сейчас так.